Музыка 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 Как ты думаешь, насколько сегодняшний счет на табло отражает реальное соотношение сил на площадке у команды? Ну, у них команда, конечно, постарше, там, моего года много ребят, третьего. В первый период мы проиграли, как бы и это решило исход, я считаю, просто вышли какие-то несобранные и 3-0 после первого. Тяжело уже отыгрываться после такого счета. Пытались, что-то дергались, но в итоге все на табло. Насколько в этом велика роль удачи, ну, то, что залетало у соперника и неудачи, то, что из выгодных позиций мазали игроки «Алмаза»? Ну, я не скажу, что у нас было моментов больше, чем у «Спартака». На самом деле, где-то примерно одинаково, может, они даже, на мой взгляд, поинтереснее в атаке выглядели. Ну, да, как бы и фарт, и вот последний гол, хотя там уже он ничего не решал, по сути, но все равно, да, у них где-то поезону, значит, везет только тому, кто везет. Значит, мы сегодня не наиграли на фарт. Следующий соперник тоже достаточно серьезная команда. Насколько было тяжело, собственно, именно отойти от сегодняшнего поражения, чтобы следующую игру начать уже, ну, как-то с чистого листа, скажем так? Да прийти домой, поспать и забыть, как бы, тут рецепт простой, если будешь сейчас думать об этих поражениях 3-7, то ничего хорошего, сезон еще, плов еще и сезон, как бы, ну, то есть, постараемся забыть, тренера там помогут, подскажут. Спасибо. Внешне вашей команде победа далась легко, но, как вы считаете, насколько счет на табло отражает реальный баланс сил в сегодняшней игре? Ну, на самом деле, это все внешне, да, на самом деле игра получилась, я думаю, интересная. Наша команда хорошо сыграла первый период, агрессивно в атаке, строго в обороне, вот, забили хорошие голы, где-то, естественно, идет у молодежи вот эта расслабленность, отсюда идут и травмы, и ошибки получаются в обороне, вот, ну, радует, что, как бы, доиграли матч до логичного конца и победили в этой игре. Команды прямо с самого начала были настроены очень по-боевому, казалось, что нам сходу дойдет до драк, а в чем причина именно такого яркого, мощного настроя именно прямо с самого начала игры? Ну, мы объясняем ребятам каждую игру, что на каждую игру надо выходить именно с хорошим настроем, с характером, со злостью. Были приведены примеры, которые сборная Канады со сборной молодежной России, да, вот, то, что радует, иногда доходит до ребят, и они срабатывают именно вот этот в агрессивный хоккей, который хорошее агрессивное начало. Ну, это молодежь, то есть, как бы, здесь эмоции бьют иногда через край, так что, ну, еще раз говорю, что радует то, что хорошее агрессивное начало, и сыграли именно, выиграли это. А вот эта крупная победа, она не сыграет с командой, как бы, злую шутку, что следующий матч выйдет с настроем, когда, ну, мы уже крупный раз, крупный раз победили, сейчас тоже победим. Ну, крупная победа, она всегда очень приятна, с одной стороны, да, и когда я был игрок, сам по себе знаю, да, как говорится, много голов забили, следующий. Ну, будем доносить до ребят, разбирать соперника Ярославля, то есть, как бы, вот, и будем стараться победить именно в каждом матче, независимо, как сыграли предыдущих. Сейчас до конца чемпионата осталось уже не так много матчей, уже начали готовиться к плей-оффу, или все-таки еще дорабатываем регулярно сезон? Ну, есть какой-то запас прочности очковый, да, естественно, с этим запасом очковым мы смотрим вперед, смотрим в будущее и готовимся именно, как бы, к самому главному это играм плей-офф, конечно.